К сожалению, мы упали, мы взвернулись. Паник Бастер, да. Скажи, когда запустится. Я пишу, что вернулись. Да, вот он, есть там. К сожалению, стрим просто отключился нестанно всего. Итак, сейчас мы будем... Да, потому что мы его принимаем с помощью Болист. И мы встаем, мы делаем точный ворот. И используем Болист, чтобы убить сам Солдер. Мы, кстати, включили. Время 7 минут 57. 58, 59. Обычно, когда вы убираете босса в одиночку, то вы, на самом деле, бегаете без одежды. И когда убиваете босса, вы зародеваете сет, вот этого торговца, который мы убили в начале. Поэтому мы бегаем заранее в одежде этого торговца, потому что нас играет двое на одном контроле. И это неудобно. Да, потому что за передвижение по меню отвечал. Сейчас мы сразу попали... Я забыл, как называется эта зона. Очень птицы нас забрали далеко и надолго. И сейчас мы вернулись из этого места Маджулу, потому что он будет возвращаться в то место позже. Да, и сейчас мы будем немножко левелапиться. Так, нужен еще один разговор. Отлично. Как видите, они качают большую часть очков в Декстерите. Не оптимальный левелап. Да. Не оптимальный сейчас у нас получился левелап, но мы сейчас сделали одну... Включали одну очков в жизни, чтобы сделать еще один друг. Итак, они покупают рапиру, самое, по-моему, читерное оружие в этой игре. А если вы поговорите с спидранерами, он скажет, что рапира – самое лучшее оружие. Я помню, когда... Когда-то это были двойные... двойные дубинки. Когда-то давно-давно. Итак, мы апгрейдим рапиру до плюс 3. Сейчас я пойду поговорить с парой персонажей, которые являются неоизъемыми. Если вы вас про спидранер, он скажет, что абсолютно все ваши враги, даже неописи. Да, они забыли завязать душу персонала, потому что надо купить кольцо. Кольцо? Да. Итак, мы использовали душа убитого гиганта, и мы покупаем кольцо кошки. Кольцо нападение, по-моему. Да, нападение. Да, кольцо кошки, чтобы не разбиться при падении. Сейчас они покупают пару костей телепорта и два отвлекающих черепа. По-моему, прямо сейчас они будут падать. И сейчас будет весело, потому что они играют вдвоем на донжойстике, и они сейчас будут делать пару трюков. Стрим упал, поэтому, может, счетчик дропался. Так что, честно, что он скоро вернется к вам. Кольцо? Да. Найс, видишь, Чак. У нас персонажи, адвенчар, путешественник или эксплойер, не помню. В вам адвенчарах? Да. Хорошо. И они прошли. Напоминаю, что они играют вдвоем на донжойстике, поэтому такие моменты очень опасны. И какие лица для меня? Да, вот этот прием довольно сложный для меня. Да, вот этот, наверное, сложный для меня. Да, вот этот, наверное, сложный для меня. К сожалению, они упустили жука. Мы найдем... Ну, у нас есть бэкап стратегия для этого. Да, запасная страта. Да, запасная страта. Так что у него нетусь. Странный маршрут, по-моему, это куриный панч просто. Мы поднимем большой кусок титанита, просто чуть позже. Да, в этом прикол. А вот эта локация похожа очень на локацию в Demon's Souls, где тоже эти пещеры и эп-шахты до этого момента. Когда вы умираете в этой игре, вы теряете немного всего максимального хп и начинаете двигаться. Ой, вы походите на... А-а-а, походить на труп, когда вы воскрешаетесь. И... Поэтому нам надо бы найти кое... Ну, или... Как он называет, в Химлайде, как в первом торсове. Чтобы остановиться с человеком. В тот или иной. Мы будем очень аккуратно идти по этой зоне, потому что больше часть прыжков, если будет сделано неправильно, мы умрем. В одиночку я бы делал эти прыжки, как они до этого говорили, но сейчас делать их можно. У этого гуля очень странная позиция, что когда вы на него бежите, то этот гуль направлен ровно в вашу сторону, и шанс, что он вас собьет. И там всего лишь один кадр, чтобы проскочить, если вы бежите на полной скорости. А-а-а, эти... То, что они сейчас делают, сприживают с разных... Вечей. С такой высоты, он говорит, это очень опасно, потому что... Мы можем умереть, если спри неправильно, не там. Теперь они меня от оружие на рапиру. Да, они теперь меня от оружие на рапиру. Лучшее оружие для спидрана. Сейчас я взял Брайт Бага, светящий жукали, который мы будем использовать на первого босса. О, на вот этого босса. Мы будем пять раз прибегать одну локацию для того, чтобы достигнуть... Пять раз убить одного босса. А, да пять раз будем убивать от босса, чтобы достигнуть отметки в один миллион душ. Сейчас каждый раз будет повышаться сложность этого босса. Несколько они будут повышаться сложности греба. И... И... Каждый раз я буду сейчас давать все больше и больше душ. И... Сейчас, наверное, они увидят как сломаны абсолютно все. Весь армор, но они скажут, что это не важно. Когда-то убивали не Роттена, убивали другого босса. Хотя, может, они и не Роттена будут сейчас убивать. Но, по-моему... Самая плохая атака с Роттена для спидранеров, это когда он просто начинает ходить назад. А это наша любимая атака, когда он что-то плюется чем-то, потому что он всегда ей промахивается. И у нас все в порядке. Как видите, он делает переркат Рона в момент от удара босса. И он понимает, что он играет вдвоем, поэтому ему надо кооперироваться, когда то, что будет бить и когда будет перекатываться. Это абсолютно два раза человек отвечает за это. Итак, на будущем заходе на этого босса он будет в разы сильнее и получит больше... Но сейчас, так как мы чуть не уверены, он бы убил нас, если бы это уже второй заходит, в следующий раз мы будем подготовлены. Мы должны найти три улучшения для бонфайра, то есть для костра. Чтобы спавнить заново. Да, чтобы спавнить заново босса как раз. Если вы знакомы с Сенниперсентом, если вы играли в Школу Роза Син, значит спидрали его, тут обычно расходится путь. Сюда вы не можете пройти, и вам надо драться с двумя боссами чуть позже. А сейчас мы заходим в ДЛС. Вот это, что вы нуждаете. Вот такой пуларинг, сколоза в бонфайр. Хорошо? Можно собрать какие-то три предмета, не по-нашли. Это был рост, бонфайр, для помощи, да? Это удобнее. У нас 1,200 долл. донейки за месяц. Найд, найд. Найд, найд. Найд. Это мой комфортный Дальксоль. Донейки за недвижимость. Это додакова мою жительу и медицинские профессионалы, которые берут врачи за недвижимостью этого года. Поздравляю животных. В ДЛС они подберут три предмета, которые помогут заспавнить ротану еще три раза. Вообще два предмета. Они уж вам подобрали один из... Хотя один подобрали, да. Они подберут и еще два. Угу. 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 Что в таких играх. Даже себе не доверяю. Да, да, я себе не доверяю. Мы отключили автонастройку камеры, потому что эта камера обожает автонастройку, даже в отключенном состоянии, и мы это очень не любим. Как артифировки файлов? Но он говорит, что мы... Файл был создан снега при нас, все это видели. Если я не тренировал камеру, то есть они тренировались, чтобы более-менее было удобно. Конечно. Но поскольку они оба профессиональные спидграйнеры Dark Souls и вообще Souls серии, то вообще эти игры у них довольно... память-то зашли. Так разве Агенам не держит рекорд по Dark Souls? Разве Агенам вообще не держит рекорд по Dark Souls? На корренд патче я не знаю, если честно держит. А мы можем, на самом деле, прямо сейчас... мы можем приощркиваться на проекте. Нет, я посмотрю, я посмотрю. А, окей. Ага. Это самая страшная ловушка, которую мы можем получить, потому что она может её убить и... Нет, Агенам не держит рекорд по Dark Souls. У него второе место в обычном мини-процент, потому что они говорят, что это мини-процент. У него там шестое время, на самом деле, там в рамках двух минут все. Все люди, которые в этот топ-6. У All-Boss'ов он не играет. У All-Soul'ов он не играет. Он тоже не играет. Фары Ригал только в бенобусе в плане он не играет. Или вообще очень старый какой-то версию, потому что никто не ранит. Ну да. В этом DLC... Чё, ты начнешь про него говорить? Я упустил в тот момент. К сожалению. Эта комната отвратительна. А, итак, мы подобрали кольцо Флина, которое увеличит нашу атаку на много-много-много-много очков, и также увеличивает наше... А, наоборот, оно увеличивает, уменьшает количество переносимых предметов, и, к сожалению, это приносит небольшие проблемы, но мы будем с этим бороться, потому что у нас будет полученная атака. Мы тоже должны быть очень внимательны на эти леджи. Я не буду срочаться, но мы будем срочаться. Это, наверное, хорошая идея. Сейчас я опять должен бегать. А, нет, я не знаю, что-то предметов. Это, знаешь, дainty, поворотом, очень простой путь, стратегия. Не очень популярно с педринцами, но иногда надо. Я тоже. Даже этот педринцами был удивлен, что мы сделали... ...что-то? Да, у нас Бо, а потом Флиннц на следующий? Да. Каждая спидрана по игре Dark Souls проходит момент немножко по-другому, потому что в Dark Souls 2 почти у каждой спидрана свойствовался в решении тех или иных проблем. Например, распределение предметов, как они дерутся с боссами. И поэтому это очень опасный момент, потому что у Агенам и у меня могут быть... Ой, у Ферфу Фер... Я не помню, кто из них кто. Кто у нас? Агенам слева ведь, правильно? Агенам, который без очков. То есть у Ферфу Ферра-то и у меня могут быть очень странные, очень разные инстинкты по поводу той или иной ситуации, и это может выйти на боку. Окей. Ну, второе, они просто спалятся, когда он подъедет. По-моему, у него пол хп сразу слетит. Ну, и самое главное, чтобы первый босс был... Мивот. Да. Самое главное, чтобы первый босс был убит на вот этой платформе, как и второй. Потому что если два босса их зажмут, это будет очень плохо. Сам внизу. Я не видел эту страну до этого. Не, я видел уже. Хайп 13 часов до конца марафона. Итак, мы делимся с ней один по одному, что мы как раз и хотим. Я думаю, что этот босс будет сделать это тяжело. О-о-о. О-о-о. Да. Он замахнулся сверху. Хоть если бы замахнулся сбоку, он мог бы попасть. Да. О-о-о. 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 На самом деле сайдстепы намного лучше, чем перекаты. Потому что сайдстепы не забирают стамину как перекаты. О-о-о. 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 О-о. Если мы можем нормально сейчас скопироваться, то в принципе у нас будет оставаться абсолютно вся стамина для атак. Ну этот босс на самом деле довольно менее честно, чем например же Hexelmrux. Вот, что тени, ведь я вы делала разные вещи в лоб. Немножко неприятный босс. Это сентинела. здесь мы понимаем последнее улучшение последнее улучшение для костра стиле это начало легко погребно что сказать что штука патча на 2 3 4 им будет очень важно не попадать в голову сейчас мы не нашли банк в чем они собираются на текущем патче нельзя перепрыгнуть Как это место называется, ты помнишь? Мы перепрыгивали обычно через Aldo Palmas. Не, не помню. Сейчас нам нужно определенное количество душ. Да, там надо либо убить все великие души, либо спать миллион душ. И тогда можно будет пройти. Но на Any% это просто скипают. На Current патче самым быстрым способом является 4 раза заболеть ротом. Да. Тут спросили, есть ли русское сопровождение старых games Dunkirk. Нету, к сожалению, этой вещи. Нам не разрешили их озвучить. Я спрашивал... Не, не, на самом деле я спрашивал как-то про озвучку у Мэтта. И он сказал, что нельзя, к сожалению. Вот, и поэтому... Просто ждите новых games Dunkirk. Он случайно ее ударит. Итак, у нас нужный маршрут. Ой, у нас абсолютно точно маршрут. Поэтому сейчас мы убьем этого кузнеца. Потому что в нем получим 2000 душ, которые нам очень нужны. Я не знаю, что это было. Там все было, что мы купили в DLC. Сейчас будет еще несколько скипов. И нам придется убивать нескольких врагов в следующей зоне. И там у троих, которые смогут вас отравить и вообще, в принципе, сложить длево ворота. Поэтому у нас будет небольшая проблема, если нам не повезет. Потому что их ИИ очень неправильно. Итак, сейчас мы будем убивать вот этого NPC, которую мы то что искусили. И сейчас мы будем кидать на нее Alluring Spools, которые заставляют врагов ее убить. Так, мы будем убивать нескольких этих людей. Это вот то, о чем я говорил. Вот как раз из-за базилистка, который вышел из игры и все это делается. Потому что базилист кидает не то, что poison кидает курс. То есть у них будет порезан ДХП. Если они вдруг умрут, мало того, что они умрут. То есть я не помню, он делает ли что-то еще курс в втором Дарксоусе. По-моему, нет, по-моему, то же самое, что в первом. И если бы все, им бы пришлось разваливать всех этих ребят, которые мало того кидают яд. Их у них будет никаких проблем. Поэтому они отвлекли их на эту первую женщину. И только что пришло очень классное пожертвование на тему... Я не знал, что можно уничтожать Дарксоус вдвоем. Поэтому Praise the Sun. Сейчас будет очень много пожертвований. 16-20 минутные раны Дарксоус это на самом первом патче, где будут базы, которые позже пофиксили. Они играют на версии, где эти баги уже отсутствуют. Мы используем ранее улучшения для оружия. Используем чан для оружия, которое дает электрический дамаг. И в этой игре, как ни странно, у многих врагов нет защиты от молнии. И это в принципе... Ну да, и в принципе, это самый лучший вариант. У меня суши меня подлагивает стрим. Это нехорошо. Сколько секунд? 11-12. У меня 9. У меня отстало на 10 секунд. И сейчас терминопись, с которым мы разговариваем, это голова на камне. Мы должны с ним переговорить определенное время. НГ-пласс будет, НГ-пласса не будет. И сейчас мы получили предмет. И сейчас мы используем предмет, которому мы будем давать дополнительный урон. В зависимости от успеха у нас хп. И он сказал, что хоть это хорошая тактика, иметь малых хп для того, чтобы убивать врагов, но так как мы играем в двое на джойстике, это очень опасно. Потому что мы уже купили вещи, которые нужно купить. Полный. Сейчас становишься полным. А теперь еще 3 роттера. Итак, мы будем убивать в бане 3 роттера. В сути, следующий роттер, с которым будут сражаться, будет уже НГ-пласс. Потом будет НГ-пласс 2, НГ-пласс 3. Ну, по силе и сложности. И количество дурь будет соответствующее. И за счет того, что у них вот этот сет от торговца, они получат в раз достаточно душ. Да, чтобы закончить ран как надо. Вместо того, чтобы убивать все королевские души или как они там называются, они будут убивать роттера на 4 раза, чтобы получить миллион душ. Упс. Я ещё раз говорю, что мы отстаем. И, к сожалению, не умерли. Итак, круговые атаки роттерна очень сложно умернуться. Ты очень хорошо в этом, поэтому это на мне. Ха-ха, ты плохо станался. Ха-ха, это не может случиться. Я тебя помню. Эй, ты плохо станался, да. Мы с детям обращаем. В принципе, это было очень early in the fight, так это не огромное дело. Да, и мы купили много extra resin, так что мы не должны об этом управлять. В принципе, у нас достаточно количество энчантов, так что... мы не волнуемся. Да, они добрали 20 goldfin resins. Канни не используют кольцо по ламу. Если они вообще будут его использовать. Насколько я понял, будут, но... где-то позже. Как это надо, в бюджетике, в 2015. Как сказали до этого спидранер, что вернуться от круговой атаки ротена очень сложно. И там есть там всего, по-моему, два кадра, чтобы прокатиться в нужный момент. Они играют вдвоём на одном контроллере. Они играют вдвоём на одном контроллере, потому что им выставили такой челлендж во время голосования и использования ставок. Видите, которые деньги внизу задонатили на благотворительность? То есть эти деньги можно использовать как ставку, когда вы донатите деньги удовлетворительность? Ну, просто скажем так, что вы делаете... Для чего нужен миллион душ? По сюжету, чтобы войти в Shrine of Winter, нужно либо убить все... получить все короневские души. Это вот Old Diamond King, курсюр и ещё кто-то, если не ошибаюсь. Может не курсюр, но не помню. Я не помню ещё двух боссов. Либо собрать миллион душ. Для спидрана быстрее собрать миллион душ. Плюс, учитывая, что есть сеты персонажей, которые увеличивают количество получаемых душ. Да, это... ...то, что происходит. Вот... Убили... Во-первых, он был, по сути, NG+. Да. Они получили много душ. Плюс на них сет. Который увеличивает количество получаемых душ... ...в два раза. Вот. На 50%. Не очень аккуратно уворачиваются, то есть... Вообще говоря, здесь можно вставить ещё одну-две атаки, но поскольку они играют в таком режиме... ...это не рискуют. ...не... ...не рискуют. Да. А по сути, это не фарминг. Мне его уже почти убили. И они добьют его. Оу. Могли рискнуть! Оу. Я за спойди. Оу. Я за спойди. Оу... У меня не кто-то клуб. Он должен был закричать йо-о или что-то вроде. Он . Потому что, на самом деле, уворот и удар на разных сторонах, и тот, кто отвечает за уворот, я не понял, на какой стороне уворот, хотел увернуться, а тот, кто отвечал за уворот, хотел добить, потому что, по сути, одному удару ему уже хватило. То есть, они сейчас банально не вошли в синхрон. Да, вот это проблема, когда вы играете вдвоём. То есть, они подумали о том, что кто-то решил собирать более безопасно, а кто-то решил собирать более рискованно. Для них самое главное — собрать души. Если они подберут души, которые лежат, то просто нет. И только если они их пропалят, тогда беда. Сейчас они сделают фьюжн хай и сольются в одного спидраннера. Это про синхронизацию их. Кто понял циклы Dragon Ball — это хорошо. Нет, мы не можем перевести старый геймс Данк Фейка с разрешением от Меркл. Итак, они убили ещё одного Ротона. И ещё один. Итак, Ротон, в принципе, не самый страшный босс. Это самый страшный босс. Потому что он либо может вас убить монетально. В принципе, мы столько раз не удрали, что мы запоминали его техники, умеем его манипулировать и так далее. Это просто намного сложнее, когда вы играете в двойную на одном джойстике. Окей, хороший бэкстеп. У Шага назад есть всего лишь пару кадров неуязвимостей. Поэтому то, что он сейчас сделал — это просто идеальный у Ротона. Я вспоминаю, что они убивают уже Ротона в третий раз. И каждый раз останутся в разы сильнее. То есть это как New Game, New Game Plus, New Game Plus. Плюс. Немножко манипуляции на то, что он сейчас делает. Если вы за пределом рожая удара Ротона, когда он опускает сверху, его и не будет делать третий удар. Это очень легко делать. И тогда вы не сможете получить третий атак на него. Это атак, который может потратить больше времени и потратить больше стамин, когда вы борете с ним. Он не в лучшей позиции. Атак, я надеюсь, что мы сможем его убить, прежде чем он будет отходить назад. И еще когда боссы пытаются восхватить, они появляются гиперарморы и получают еще меньше урона. И наконец-то побили все. Сейчас, когда мы используем все души, у нас будет один миллион душ, то мы будем сейчас тратить вот эти все миллион душ, чтобы левелаться на невозможное количество. Давай не будем выкидывать эти души. И у них больше миллиона. Общее количество душ больше миллиона. Так, они повышают эндюранс до 50, силу до 16. И больше всего они повышают декстерити. Потому что рапира, по-моему, урона ее замесит от декстерити. Сколько, в общем, в них один миллион душ, они могут погиб шленов? Что мы обычно делаем, когда играем по одиночке, мы думаем, да, нас сейчас сейчас никто не будет бить, и мы не будем, поэтому все это будет легко. В данном случае мы выбираем, скажем так, хилки для того, чтобы зелья или камни лечения, для того, чтобы не облажаться. Важно, чтобы в персонажа был влит в миллион душ, а не чтобы в игроках был в миллион душ. Итак, 115 долларов в Топспас Шертоне. Спасибо Агинаму, которые позволили мне обнаружить это великое комьюнити и мероприятие. На время охраны триггер будут, я больше уверен, донатить вич и остальные. И я раньше ничего не объяснял, мы будем бивать четырех боссов, чтобы открыть дверь. И получение миллиона душ, это достаточно душ, чтобы стать достаточно сильным, чтобы открыть двери самому. И сейчас мы будем их открывать вручную, а они не будут открыть дверь заранее. В старом патче игры мы могли пройти игру за 16 минут. Сами знаете, почему, если кто-то это видел. Мы просто бегали по невидимым барьерам, передвигались по ней, у нас был бинокль. И все это было запатчено. И теперь мы делаем нынешний патч Any% И что-то они говорят сейчас еще про настоящий Any% Это, они говорят, надо разбираться с... На самом деле, все, кто гонили когда-то давно, вот сейчас вот эта часть, которая пойдет дальше, Она... ее делали все, потому что... Иногда пусты не было, и так далее. И как только все проходили через Шайна Финтер, все проходили в этот замок, где у вас Найт или кто там. Вот, все, 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 эта часть, то есть у них уже есть, и он посмотрит, что требовалось запомнить вот этот боссов для тысячи или миллиона душ. Так, и ты хочешь поставить тапки? Ааа... 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 Я не знаю, может быть, кубки лучше бы лучше... Сильно, сильно. Да, я бы хотел. Аааа... Давай, давай, денем штаны хотя бы не... Давай, денем еще перчатки. Да, билос. На этой версии уже нету совсем жестких багов. Ага. Угу. 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 На данный момент я держу. Угу. Угу. На данный момент я держу владимирование свой ДВВЖДР, скажем так, соединяя Нтєруки Мисси, такую Éсечая, что я держу... Угу. 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 Сейчас прям отхитим... Угу. Мы скип количество анимации на У RAuters дверей. Угу. Угу. сейчас мы идем драться с наездник драконов и к сожалению будут они принципе не сложен но могут произойти две неприятные вещи которые могут нас испортить я надеюсь что они не произойдут люди умеют искать они привыкают искать эти баги они заточились обычно мы играем с лаконом в этой игре но в данном случае это очень опасно потому игра вдвоем саду джойстика или бы я могу накосячить камеры любая фирма фэрот может накосячить передвижением поэтому мы будем играть без лакона будут воды на все 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 спидраны просто нибудь на ю тубе и позже скажем так удар или как слэм не знаю тяжелый удар что он делает на самом деле нас 50 процентов мага это был очень опасно то что мы как подрались еще не сифово там сыграли но им просто повезло и это хорошее время для донаций для пожертвования 100 долларов от анонимуса 50 долларов от бена-234 а-241 и как видите все продолжают кидать пожертвования на основной стрим я вам тоже советую я напоминаю что в данный момент мы разыграем например два пица в нашей группе это кукцион набор кассований 2 и разыгрываем фир 3 коллекционное издание стоит ли покупать хрона триггер на айпад и более чем на самом деле зависит если вы любите японских пакет или нет мысли вам рауэлли марио киев и лошадь не надо заслужить и я и watch all the runners great job runners support staff attendees and viewers i'm too sorry soft hearted not to save the animals сейчас мы делаем немножко оптимизации инвентаря пока я киев 50 долларов доначивая кодеку первое время в SGDQ и это было благословение. В первом раз смотрел SGDQ и это просто невозможно. Надеюсь, что нам дадут 1 миллион и это будет хорошо. Надеюсь, что нам дадут 1 миллион и это будет хорошо. Привет, ребята! Помахать стриму в 300 тысяч человек из Dark Souls. Это благотворительное мероприятие. Шутеры были. Следующий босс будет Луккин Гласс Найт, потому что он выглядит как Миронайт. И он немного применим. Его шутер очень особенный, потому что он всегда активен. Для большинства боссов их шутеры вообще не делают ничего, в общем, пока нет, когда он ударил молнию. Но с Миронайт, если ты ударил его босса, даже если он не ударил его или ничего, он будет эффективен. И... Надо очень аккуратно биться против этого босса и не попадать за него. Да, раньше был босс, не знаю, если это сейчас или нет, но когда он ударил молнией, звук, несмотря на то, что если он был убавлен, без звук молнии был всегда выключен на максимум. Это был такой... ERA босс, так сказать. И... 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 И рассказываем что-то свое. И будет Бабах. Эта... Точно. И... 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 А... Хороший бой. Довольно неактивен был босс, на самом деле, на протяжении всей битвы. Но они сказали, что это в принципе несложно, если не попадать по щиту. Если ты попадаешь по щиту, вот это будет сапог. И босс использовал очень электрических атак. Поэтому им повезло, они сказали да тоже. Плохо слышит, что говорится, что он не может добавить сапог. Каждый раз, когда он заряжается, заряжает молния, вы можете его, значит, сбить и потом вернуться, и пока он будет восстанавливаться, продолжите убедиться. Самая удобная атака, которая есть. О, я немножко добавил. Почти ничего не осталось, что он, на самом деле, на расписании. Да, дальше будет таз-блок, что хорошо. Да, таз-блок это кодом. Я смогу долго таз-блоки рассказать. Да, я думаю, любой, кто знает спидраны, может сказать о таз-блоке. Да, мега-мэна я могу сказать, не знаю, правда, смогу ли я здесь уже присутствовать на таз-блоке, но... Смотри, у нас будет еще мега-мен? Мега-мен в таз-блоке есть, первый. А, в таз-блоке, да. Вот это место было раньше от родителей, потому что на рыцаре был ужасный лукон, и когда они вас пытались бить, они всегда попадали. Сейчас я этот патч, нынешний патч все исправил, но до сих пор очень сложно убивать, сложно пробегать от места. Мы объясним, что такое таз-блок перед началом. Нет аз-блоке, таз-блок. Это таз-блоке, таз-блоке. Это ту-вести спидран, которые сделаны с помощью машин. Не машин, а программа? Буквально записаны. Нет, никак. Как я обычно объясняю, что там проходит просто игру по-кадровому, с помощью программ и всё. Мы уворачиваемся от этих выстрелов с помощью звука, то есть мы слушаем как они летят и уворачиваемся От большей части можно вернуться Мы расскажем о Таше перед началом следующего блока Просто прибежали два рыцарей и забили его Это вот почему эти рыцари страшные, потому что они вас могут застанлочить То есть поставить станы вы из него никогда в жизни не увидите Нет, вы не настраиваете программе как двигаться и она проходит игру Ну точнее они так делают в этот раз, но кодится она вручную каждый кадр Здравствуйте, Арчейк И на самом деле не нужно общаться с Флоггом, но не важно убивать двух флоггеров Ух, тысяча долларов Тысяча долларов И ты снова бегаешь вперёд, хватит спойлерить Ты спойлеришь всем Сего-то сейчас такой О, смотрите, Ноджина, она до 50-е, что, где, блин Я могу сказать, что за свой положение его предупреждает Да, да, да Смотрите, он умер, подождите, он же не умер Ха-ха, он обманул, мягко говоря Обманул Я долго пытался вспомнить эквивалент не грубого слова Слово Это очень-очень красиво Я люблю эту месту, в отличие от оригинальной версии Где эти Хоминг-мисислими выявляют вас через все их амана А вот здесь, подойдем Ничего не поделаешь Да ладно, я считаю, что Дарсос менее сложный, чем нижи Гайден оригинальный Первый нижи Гайден это вообще боль То, что его проходят на пацифиста, это вообще ад. Я считаю, что это просто ужасная игра, как-либо сделано. На самом деле очень много старых игр, намного хардкорнее, чем вот эти. Ninja Gaiden — это особенная игра. А Ghost and Goblins — это вообще Dark Souls детства. Я не играл в Ghost and Goblins. Ну, это ужасная игра, и никогда не играй просто. Просто не трогали даже палкой 12-метровой. Предлагаю просто бежать. Итак, мы сняли кольцо до этого лета... Или, стоп, они не сняли кольцо. Они то ли получили специальный период, который не вызывает другим вичам ломаться, то ли сняли кольцо для того, чтобы... осталось, чтобы не сломать кольцо. Потому что вот эти грибы ломают абсолютно все ваши вещи, когда спускают вот эти споры. Это демон песни. Да. Это демон песни. И... И... Сам... Круто вылечить босс, но у нее самые глупые атаки. Его пантери то же самое, что щит Миро Шайлда. Если вы хотя бы раз ударите его, то вы будете восстанавливаться очень долго, и вы помрёте. Ну, я смотрел большую часть, так плюс играл. Парни, смотрю вас за дня, вы что-то все эти игры играли. Ну да, что-то типа того. Я играл в половину, ну, больше половины игры, которые есть в этом марафоне. И часть я не играл вообще. Поэтому я смог уйти из вашего ствола. Ниди Гайден балансный слэшер? Ты, по-моему, не играл в оригинале Ниди Гайден, который был на Нинтендо. Там человек... Я ухожу по-американски, ой, по-английски, и просто потом возвращаюсь. Так, они, я полагаю, жабу уже завалить, да? Ну, дед демонов сонг. Да-да-да, то, что били. Могли. Судя по осфрогам в чате. Мы о себе поподробнее расскажем в последний день, потому что не было уже в этом ладусе. Да-да, подведем черту, скажем так, в финал. Зайдите на наши стримы, посмотрите. Это завтра в 11 часов. Да, примерно в 11-12 часов, завтра марафон закончится, и мы подведем все итоги. Да. В 11 часов утра по Москве. Может, даже чуть раньше. В 11 часов утра по Москве. Да-да. В 11 часов утра по Москве. В 11 часов утра по Москве. Это хардкорная игра. Даже если ты очень хорошо играешь в платформе, есть игры, которые просто скажут, «Нет, ты не прав, ты плохо играешь в игры». У меня так было с Дастфорсом. Да, Дастфорс стоит на колене. Вы можете в комментаторах посмотреть два ника, или можете посмотреть под стримом, или мы говорили много раз. Да, вот они рассказывают, что, по сути, выстрелив над головой Лео стражника, он развернулся, по сути, они там стоят и глотят вас, потом сзади появляются инвейдеры, и когда вы начинаете идти с ним, они начинают двигаться на вас. То есть, грубо говоря, подталкивают полтакива вас к инвейдеру, да? Да, и потом начинают атаковать сами, то есть, такой неприятный момент. Вот это очень сложный момент, сейчас они приближаются перед фоном к следующему боссу, там дверь, где просто очень много противников, поэтому, чтобы зайти в дверь, им надо будет очень-очень аккуратно отвести их всех в сторону, и потом забежать в дверь. И здесь очень большая вероятность того, что они откинутся и даже не один раз. Они сейчас используются, хотя уже ключ, ну, я так называю его, Keyblade. Ну, это и есть Keyblade, в принципе, с Kingdom Hearts очень похож. Да. 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 Они не багованы и неплохо оптимизированы, просто разработчики ненавидят игроков и всё. Или считали, что все остальные игры слишком легкие. О, вау, обратно. Да. У Велстада невероятные хитбоксы, когда я говорю невероятные, значит, надо их понять. Так что, даже в своем стопе, в котором он появился, что его укрепляет, его оружие может все равно напишутся, даже если он просто не может. Да. Да. Угу. 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 Да. Угу. 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 так они получают кольцо короля это кольцо используется пройти через три двери в игре и мы на самом деле покажем скип для второй двери которому пытаться сделать это очень крутой небольшой прыжок и я покажу как делать так первая дверь мы используете кольцо короля который будет вести к драконам и другим вещам это тот момент где на самом деле начинаю вертеть камерой а fear for fear не знает куда ему бежать и падает сирия это грибка доверия да вот обидный момент сейчас будет комната с огромным драконом скейт на дракон тут есть два скипа где вы можете сделать первые когда перепрыгти через сейчас вы увидите будет проходить 1 2 скип мы делать не будем потому что мы пойдем по лестнице время у них не то чтобы ограничено ему желательно уложиться в это время очень большие пальцы это маленький крутой прыжок я нашел прыжок прям перед даже дикю и сейчас то что практиковали его потому что когда не находили да вот это момент и парень которые а варе и дикюс а сангиза не с дикюс кто-то получил мировой рекорд с этим прыжком итак мы подбираем тут заранее один и запас и из безопасных и скажем так запасных костров чтобы не умереть от дракона первая называлась классе games done quick и было 2010 я начал строить сам только с 2013 они так выходи иначе бежать на гордин дали на самом деле немножко рандомный босс а у может быть ей не дирк подбегает краю итак это тот вид гор дракона которая получила время gdq они тот видра как его получал время gdq тот был хуже несколько раз просто металу да тот просто взлетел и летал и по-другому by standing in the corner at the start we can bait his fire breath attack which lets us get almost all the full damage in so if he just does a single stone attack after that it's a broken fight but he decided to fire right after that it would be an ideal boy потому что он бы не успел взлететь он бы просто умер только что пожертвовала на тему удивительно как много спидранеров знают об игре в которой они играют отличное пожертвование удивительно прям реально удивительно после тысячного раза как они могут столько знать об игре ты можешь себе представить я пляж не играть вдвоем на одном джойсике без брони ты быстрее бегаешь и все а если вас в этой игре могут ударить то в принципе бегать на смысл нет и сейчас мы будем делать прыжок в которую достаточно практически сделать очень много действий не сад над совершить при этом на двух разных частях джойстика поэтому геннон феркл фору должны быть сейчас очень хорошо скоперироваться и он тоже сделать скип если вам к если вам кажется что это выглядит легко это неправда я уже рассказал что если я увеличил громко старом кастеру то к сожалению а иногда я просто стю немного дальше потому что периодически жусь поздний поздний ужин остались от двигателя после пододвигаюсь назад поближе я немножко я прям ну прям как травы плюс этишь плюс две вида точнее две два звука со стрима и со вторых комментаторов идет по в одну линию и поэтому к сожалению заглушают друг друга я ничего с этим сделать не могу я могу троллирует только отдельно свой микрофон и звук игры и комментаторов которые находятся ладно в одном потоке вот это был стрёмный чуть не снес пол компьютера да я чуть не нет второй кран да они играют вдвоем на другим поди отказываюсь говорить что такое поганули и ты так и тут я пугайся и ругаюсь итак сейчас мы попытаемся сделать скип наши твичи написаны в строке комментаторы ссылки вы можете найти вуза да если бы монитор был башкин сервизор это был сильно так что мы пытаемся сделать скип королевских ворот второй прыжок немножко хитрее чем первый первый был простой запрыг с удара это не тактика это челлендж хорошо прыжок а еще не забыли то что одеть кольцо кошки которые уменьшают уменьшает дамаг от падения и очень странно что мы не умерли при падении так что нам очень повезло так теперь они будут сражаться с памяти с гигантов итак это очень плохо скажем так очень плохая удача потому что только что гигант убили все солдат солдатов итак мы тут постоим чтобы выжить и подожди пока принять твитар и фаербол этот автоприцел на самом деле проблема до босса то что в большой вы просто не видите что он делает большую часть времени да не все его замахи можно различить с точностью с некоторых акуксов может показать что он делает другую атаку первая попытка никаких проблем и осталось всего ну два технически три босса в принципе уже почти конец два еще больше осталось ну один по сути состоит из двух и не шамы самый сложный босс идет сейчас как раз первые это гуардин али подожди последующие это гардин да 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 два два трон гвардин да и эти ребята закачивают множество множество спидранов я знаю что были челы вот там очень часто dark souls ранее ставят всякие ну такие глупые безумные челленджи был чувак который убивал всех боссов камнями не камнями как называется камнями там же были в первом итак сейчас они одеваем оружие сейчас они обрадевают броню потому что потому что к сожалению так они играют двое то не хотят быть больше защищены на эти куб случилась очень редкая вещь что за что за мной бегал один из этих защитников и просто убивал хотя бы не должно быть ну то есть бегал и постоянно делал свой комбо одно и то же тут абсолютно нет никаких устойчивых тактик все что они делают абсолютно родом надо зависеть за от ваших навыков и дача просто реагировать на то что делают оба и в очереди фондах соусы на барабанах и гитаре уже на чем только не пошли в не процент старом патче этот бой немножко выглядит повеселее под когда они делают они зажимают вотчера в углу потом подбив а потом дефендер подходит ближе сталкивает ее потом не просто забивают дефендера но для этого нужен щит которые какого-то у них нет да и ты как битвы так сложна для одного человека тут они вдвоем пытаются копирировать и убить что-то проблема то что если они завалили одного босса то через какое-то время он возродится точнее его возродит второй босс поэтому надо успевать итак это сам за что трон дефендер захочет захочет убить вечер и посмотрим будет ли все хорошо сейчас хорошо лучше ли у них получится или здесь не закидывают не помню итак это сейчас который будет босс очень легко манипулировать если вы будете использовать такой пример как лайф джем лайф гем то она будет всегда использовать лазер поэтому вы сможете вернуться итак мы используем лайф гем чтобы она уже манипулировать ее атаку и также мы хилимся и получаем ой и от как грубо говоря и наируем дома которые получаем от врагов летающих вокруг смерти 3 не знаю может быть 4 и все и время итак они прошли вдвоем на одном джойстике только что весь второй дак соус круто что они играли вдвоем так я сейчас делал потише видео наконец так что там дальше ты уже забыл тазблок 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 мегамэн потом соник адванс и как года и сети таза я видел я видел только первые два я видел соник и коругу я вот мегамэн сейчас помню это если на нэс если это оригинальный мегамэн то я увидел принципе если нету и сейчас будет очень много перевода потому что чуваки от таза не играют и говорят постоянно что нет разбитать как тазблок просто стриме или или лучше как тогда мы будем сейчас пока не за кубик мегамэн подожди и так я начался тазблок окей сейчас начнется тазблок и я должна рассказать о нем немножко что это такое скажем так есть такая вещь как спидран и ребята вот как видите пера не используешь что техник так далее а есть такая вещь как таз это tool assistant speedrun это когда вы не просто проходите игру а помогать с помощью каких-то программ то есть педра это значит допустим вы ставите скрипт на автопрыжок или что-нибудь в этом роде но большая часть случаев тазблок обозначает что вы заходите в программу и используйте эту программу чтобы проходить игру по кадру то есть вы продвигаете игру на кадр и делайте действия за какой-то персонажей начинаете действия за персонажей смотрите что происходит на экране и так можно сделать почти в любой игре в зависимости от того сколько фпс секунды идет игра и насколько она старая или новая в этом как бы зависит сложности кодирования так вот и в данном случае мы увидим большую часть времени старые игры потому что кодировать татить новые игры очень очень сложно поэтому татеров по новой игре очень мало вообще это очень сложно действия писать это как анимировать по кадрам и татеры большую часть времени находит карте гличи которые потом спидранеры могут использовать в своих прохождениях благодаря тассерам то есть были найдены всякие скипы и пролеты через текстуру и многое другое фух фонарь а а На самом деле, где такому обучают, вы не поверите, но у нас есть аучерс тассеров очень хорошая, и группа называется Тасс, сейчас скажу, мы с ней сотрудничаем, это очень хорошая группа ВКонтакте, есть Тасс, Тул Ассисты Супер Плей, искусство сверх игры, и человек, который там заведует всем, он очень отличный тассер, и помогает всем постоянно учиться, как тассить, и он сделал несколько обучающих видео. Вот, итак, вот тут можно научиться, поэтому советую за подписаться на эту группу и научиться тассить, потому что тассеров всегда очень мало, а спидранерам нужны тассеры, скажем так, это идеальная комбинация, где тассеры находят, приемы, и игроки пытаются приблизиться максимально к тассу, то есть к идеальному прихожению. Понятное дело, что тассеры иногда Да, в целом для начала тассеры надо учить, надо уметь немножко программировать и понимать некоторые моменты, как работает игра, поэтому, но еще раз говорю, сейчас создатель этой группы тассеры создал или создаст обучение, обучающий документ, который поможет вам научиться тассить в самом начале какие-то простые игры. И иногда, кстати, тассы, когда проходят, и игроки работают, пытаются пройти игру как тасс, они находят такие гличи, которые даже тасс не может найти, я не знаю, как это выходит, но иногда они становятся быстрее, чем роботы. Понятное дело, что потом они добавляют эти способности в тасс, но интересно, что очень часто обгоняют тасс игроки обычные. Первый Half-Life есть видео, известный тасс, там за 27 минут прошли все. Надо, я как сказал Алекс Крас, программируйте, ну как бы, не обязательно, надо главное понимать, как работают некоторые игры, и некоторые, за что отвечают некоторые цифры в игре, то есть, чтобы понимать, какие они значения принимают. То есть, что вот этот набор чисел принимает значение вот этого спрайта, и так далее. Ты уже объяснил все про тасс? Ну или вкратце, или как-нибудь еще. А, ты отошел. Понятно. Там вроде есть Half-Life с тасса, я не помню какой он. Если там есть бывший сегмент, а тренд по нему, я уже не помню. Да, Hell21 не считается тассом, потому что его записывали непосредственно игроки, то есть, они как бы заходили в иглу. Но там технически были какие-то части, которые они, по-моему, записали частично с помощью машин, например, убийство Нихеландо, потому что там у них идет 50 выстрелов, каждый выстрел один фрейм, в течение первых 50 фреймов. Крюч, по-моему, это, кстати, ранее Рэймонов, спайк-вюджета. Ну, естественно, перед вами оба игра, которые проходили Dark Souls, это Агинам и Fearful Farad. Fearful Farad играет очень много различных игр, он играет Dishonored, он играет Dark Souls, он играет... Bioshock, и много еще чего, Minecraft, он же проходил. А вот практиковаться, они говорят, начали после Bioshock, потому что Fearful Farad не хотел начинать практику до того, как сделает Bioshock. Bioshock Infinite Minecraft, которое было около 2 раны назад, и это... Если ты можешь поставить твою тему в одну строчку или одну слово, как бы ты описываешь это? Да, ну, в общем... Лобус, да, да, Лобуса нынче там нет. Лобус вообще, он знаменит тем, что он, по-моему, чаще всего будет самые такие безумные, не то чтобы раны, но прохождение Souls. Пожалуйста, я знаю, как правильно появлялась, что Dishonored. Я знаю, как правильно появлялась, что Dishonored. Я знаю как правильно произносится Dishonored. Мне удобно читать слова по бокам. Я обычно этого не делаю. Они все еще рассказывают о всех аспектах подготовки к тому раунду, который они вообще делали. То есть как бы по сути у них проблемы были то что кто-то контролирует только одни вещи и кто-то... Не, они все еще три пацаны. Это хорошо? Да, они все еще три пацаны. Я думаю они уже справились, потому что они пока скорее всего просто устанавливаются до бота. Таз бота. Ребят, очень распространенное время по поводу прохождения игры тысячи раз типа очень скучно. И вы попробуйте сначала сами именно поспидранить, а не... Весь секрет в том, чтобы играть ту игру, которая тебе нравится. Да, нравится. И когда вы начинаете проходить игру быстро и при этом используете кое-какие новые вещи, которые вы раньше не умели или вообще мало кто умеет в мире, ощущения становятся другие. Это очень похоже на гонки, когда ты пытаешься... Когда вот когда-то тогда в детстве еще, когда консоль допустим у всех друзей была только одна и вы приходили там и соревновались за лучшее время там в Need for Speed там играл 1. И типа вон, это как я тебя сделал там на полсекунды и... О нет, и он там потом сидит несколько дней потеет. И в тракмане и так далее. Это ж... Это ж такие-то времена. Ну, нет, это не панты все-таки. Комьюнити на самом деле очень не агрессивное. То есть, сомнение до такого, что все идут на мировой рекорд. Все идут... Большинство людей идет на интерес. То есть, никто идут на мировой рекорд просто потому, что им интересно как бы изучать все стратегии в игре. Да, и все ребята абсолютно дружелюбно помогают. Например, я могу вам привести пример. Вчера, которая игра была в Dust Force. Я сам пытался играть в нее быстро и стримить. И Тезору подтвердить, что если ты заходишь вдруг неожиданно в Twitch и запускаешь стрим в Dust Force и начинаешь в нее играть, к тебе набегают спидраннеры по Dust Force и готовят тебе помочь вообще абсолютно в любой момент. И говорят, вот тебе нужна помощь, ты хочешь научиться играть лучше и так далее, и так далее. Да, рассказывают, как перепрыгивать прыжки, которые ты, например, не можешь понять. Например, я вообще говорил, там один из прыжков, я вообще не долго не мог понять. Вот этот был один из тех трюков, которым я рассказал, как сделать ранее. Да, соревновательный элемент это не понты, это... Соревновательный элемент. И я решал, как, нет, я не могу это делать. Я не могу это делать без тебя. Я не могу это делать. Вы приходите. Я думаю, что есть много потенциал для 2-плайер-1 контроллера. Я делал шутки о том, как вы научитесь играть с одной стороны, и как Даркс 2 и Сколарь 1, и следующий раз. О, да. И с двух сторон, на то время, как... О, боже, в АГДТ-Предвью-шоу, прямо здесь. Улажен был бы лучший. Улажен был бы 2-плайер-1 контроллера для 2-плайер-1 контроллера, и 2-плайер-1 контроллера в 2-плайер-1. Так что... Они сейчас рассказывают... Типа, они подумывали когда-то и о 4-х игроках на одном контроллере. Показали примерно как камень, как это выглядит. Но это, конечно, уже... Немножко изврат, по-моему. У нас есть ТАСБОТ. Оганом, ты закончил? Ты закончил все твои раны, Феррид. Пойдем, смотри, какие-то борт-геймы, смотри, какие-то спид-раны, ребята. У нас есть ТАСБОТ. У нас есть Маркер 64, Супер Метро и Кронер Триггер. У нас есть стактный конец маратона. Мы вернемся к ТАСБОТ. Естественно, как бы спидранить игр, который тебе неинтересно, это... Это глупое абсолютно занятие. Мало того, что ты будешь ненавидеть себя за то, что это делаешь, ты еще и... Тебе не будет доставлять это удовольствие. Я играю в Doom с детства, я до сих пор играю в Doom. Вот почему я начал спидранить Doom. Скажется, нафиг.